Париж Всем сестренкам и всем братишкам привет! Кто же такая Мария Добрышевская? И как Маша выпрашивает деньги? Добрышевская Мария Евгеньевна, родом из города Абакан, столица республики Хакасия. По образованию Маша у нас специалист по литературе и по второму образованию она у нас искусствовед. В данный момент проживает в Париже со своим мужем, талантливым физиком Дмитрием Кошелевым. Именно благодаря Диме Маша у нас оказалась во Франции. Именно Диму пригласили в свое время как талантливого физика работать во Францию. По слухам он не горел желанием тащить туда свою девушку Машу Добрышевскую. И решил закончить эти отношения, предварительно с ней расставшись. Но не тут-то было. Когда на горизонте замаячила Франция, Маша поняла, это ее шанс. И вцепилась в Диму мертвой хваткой. И уже во Франции они живут вместе. Про свое образование Маша также активно чешет, что она окончила не абы что, а Сорбонну. Я напомню, что Сорбонна это один из крупных университетов Франции. Странно, только почему-то во французском резюме нашей Мани ни слова про ту самую Сорбонну. Все-таки учиться в таком месте респектабельно. Даже для самих французов, я думаю. Это огромный плюс, если в твоем резюме есть фраза, что ты окончила Сорбонну. А все легко и просто. Что российским хомякам можно втирать любую хню. Они ее все равно слопают за обе щеки. Мани, тебе надо было сразу про Макрона врать, что он лично каждое утро приносит к твоей дверце свеженькую газетку. Почему же нету все-таки Сорбонны в ее французском резюме? Не только потому, что она ее реально не оканчивала, а потому что французов надурить очень сложно, если вы впишете туда такую серьезную фразу. Весь флог Маши построен на Париже. И все, что с ним связано. Единственное, что в Париже Маша живет всего лишь-то месяц. Все остальное время она у нас проживала в Парижской области. Это то же самое, что ты живешь в Балашихе, а всем чешешь, какая ты коренная москвичка. Это, кстати, заметно, когда она приходит в мэрию и берет талончик на очередь. На этом талончике и написано местонахождение этой мэрии. Это явно не Париж. В свое время Маша даже работала у нас в симфоническом оркестре. Пианисткой или солисткой, спросите вы? А вот нет. Дизайнером-верстальщиком. То есть она делает эти брошюрки, которые вы получаете на концертах, перед тем, как зайти в зал. Но в своем французском резюме в том самом. Маша опять-таки написала, что она не просто дизайнер, а менеджер по связям. С минимальным французским, с таким уровнем языка, очень сложно строить какие-либо связи. Да и вообще у Мани была задумка приехать во Францию, в Париж и не работать. Не для этого она так долго окучивала Диму-ботаника. Поэтому она быстренько слилась с работы верстальщика и села дома на диван для работы блогером. Но что-то пошло не так. И решила Маня, пусть ее хомяки платят и за ее французскую жизнь. И в открытую начала клянчить деньги на оплату своей недешевой парижской жизни. Хотя все еще не жила в том самом Париже. У меня к вам предложение. А давайте посчитаем, сколько стоит гардероб нашей абаканской парижанки. Кроссовки Баленсиаго. Тысяча долларов. Две пары. Брендовая толстовка. 550 долларов. Очки Клоя. 210 долларов. Ну и на закусочку сумка Луи Виттон, которую муж подарил. 4200 тысячи долларов. Итого около 7000 долларов. Это я даже еще не считала остальное Лухари Барахло и такой же Лухари Косметоз. Я считаю это за глаза достаточно для оплаты жилищно-коммунальных услуг на несколько месяцев вперед. Зажралась однозначно в наша французская мадама. У меня лично такая логика. Если ты не можешь себе позволить жилье, снимешь что-то подешевле, да и попроще. Ну или на крыняк пиздуй на работу. С учетом того, что муж переквалифицировался из физика успешного программиста и может позволить себе дарить сумки Луи Виттон, я думаю, за электричество и за вывоз мусора он также может заплатить. Ну никак не хомяки. И да, кстати, если вы все-таки любите очень творчество Маши Доброшевской, вы также можете подписаться на ее ежемесячную рассылку за 70 баксов в месяц. Я честно не знаю, что она вам там будет предлагать и как она вас будет развлекать, но это явно завышенная цена для мани. Потрындеть парижанка однозначно любит. Заикнулась она в одном из своих видео, что была у нее фотосессия с фотографом, у которого последняя работа была не абы кто, а сама Гермесина. Это было в 2018 году. Единственная загвоздка, что фотографом Эрмес, который делал им рекламную кампанию в 2018 году, был Джек Дэвидсон из Лондона. Но даже если предположим, что это был фотограф, который делал фотосессию для Эрмес в предыдущем году, то опять не сходится. В 2017 году был фотограф Клейнер. На превью самого видео, где Маша упоминает про этого самого фотографа Эрмес, есть девушка с лошадью, отдаленно напоминающую Машу. Я до сих пор не уверена, что это она и есть. По общей стилистике это очень похоже на Джека Дэвидсона. Он гуру черно-белых фотографий. Единственное, что ни в одном из его портфолий Маню нашу, парижскую или абаканскую, я так и не нашла. Брэда Питта нашла, а вот Маню не нашла. У меня единственный вопрос. Эти сказки, они опять на российских хомяков рассчитаны, которые не умеют пользоваться интернетом? К сожалению, на этот вопрос у меня нет ответа. То, что у Мани очень богатая фантазия, и она очень хочет казаться тем, кем она на самом деле не является, это, я думаю, понятно всем. У меня, Маш, к тебе вопрос. На-фи-га? Если у вас есть такой же вопрос к этому блогеру, то я их с удовольствием почитаю в комментариях под этим видео. Ну, или переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал, там я также с удовольствием выслушаю ваше мнение. Ну, не забывайте подписываться на канал, не забывайте делиться этим видео, ну и, конечно же, лайки, потому что я уже неоднократно говорила, лайки под моими видео приносят удачу в вашей жизни и мужа богатого, и снимает любой из глаз. Поэтому не забывайте про лайки, не забывайте про подписку и, конечно же, про мой инстаграм. Мне просто там без вас очень скучно. На сегодня у меня все. Всем сестренкам и всем братишкам пока! Субтитры сделал DimaTorzok